Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители этого канала Дали Европа Онлайна. У меня в гостях Ленин Григорьевич Прайсман, известный израильский историк, доктор исторических наук. Здравствуйте, Ленин Григорьевич. Добрый вечер, Михаил. Что ж, Ленин Григорьевич, есть ряд тем, которые нам с вами предстоит сегодня обсудить. В момент, когда мы пишем программу, мы пишем программу с вами во вторник вечером, стало известно о том, что несколько белорусских самолетов, они де-факто пересекли воздушное пространство Польши. То есть, де-факто пересекли пространство НАТО. Это, несмотря на заявление Лукашенко о том, что его не так поняли, вовсе не намекало на то, что вагнеровцы должны пойти в Польшу. Значит, есть две точки зрения. Одна точка зрения говорит о том, что вагнеровцы аккумулируются в Беларуси для создания угрозы в Сувалковском коридоре, которая как бы соединяет, фактически соединяет Беларусь и Калининград. То есть, и попутно как бы захватывает две границы, литовскую и польскую, поправьте меня, если я не прав. И, собственно, есть точка зрения, что это реальная угроза, есть точка зрения, которая говорит о том, что это имитация угрозы. И, кстати, некоторые поляки, сторонники оппозиции польской, они считают, что эта ситуация выгодна польской власти, потому что она помогает, скажем так, аккумулируя поддержку крупной партии права и справедливости, которая уже 10 лет находится у власти. Любая провокация России и Беларуси, это, понятно, упрепляет авторитет правительства, потому что дает правительству проявить свою как бы сильную руку. Извините за такую долгую преамбула, Леонид Григорьевич, что вы думаете об этом? Реальна ли угроза нападения или имитация нападения на Польшу и на Литву со стороны вагнеровцев, либо это, опять же, имитация? Давайте разделим на две части. Угрозы нападения нет. Нападать они не будут. Но усиливать провокации, усиливать давление, без сомнения, на границе с Польшей сейчас опять появились многочисленные беженцы. Они бросают камни иногда в польских пограничников. Они пытаются перерезать эту проволоку. Идёт всё время такая имитация давления. В отношении поиска оппозиции я могу сказать только одно. Я её прекрасно понимаю, потому что в моей стране сейчас происходят те же процессы, которые произошли в Польше. И мой премьер-министр Натани Ягу чисто на это ориентировался. Например, они фактически уничтожили независимого Верховного суда. Но в вопросе, что касается безопасности Польши, они абсолютно правы, что видят страшную угрозу. Они смогли поднять уровень военных расходов до 4% национального продукта. В своё время Трамп требовал 2. И никто на это не соглашался. Они закупают на многие миллиарды долларов огромное количество оружия в Южной Корее, как южнокорейского, так и американского. Они увеличивают количество своих дивизий. С 4 до 6 они создают сейчас самую сильную армию, континентальной Европе. Поэтому угрозы, провокации сохраняются. Они всё время будут. И важно привлечь внимание Запада от Украины и привлечь его к белорусской и польской границам. А кроме того, они могут опять, конечно, запустить огромное количество беженцев. И слишком много людей, которые бегут из Сирии, и которые готовы пойти куда угодно. А с этими беженцами могут иногда пойти, могут быть какие-то провокации. Не случайно поляки перебросили тысячу человек, это около двух батальонов на укрепление границы, не считая усиления и увеличения полицейских сил. Польская оппозиция считает, что это делает власть для того, чтобы отвлечь от внутренних проблем и перед выборами собрать голоса. То есть сознательно эта тема актуализируется. Но тогда возникает вопрос. Если мы понимаем, что Кочинский — это враги традиционной России, и как старший брат Лех, так и младший Ярослав. А Ярослав Кочинский — это главный человек сейчас в Польше, на самом деле намного важнее, при всем уважении к Маташу Моровецкому и Канджи и Дуде. Это что, значит, тогда Путин пытается подсобить Кочинскому? Я не знаю, насколько русские так уж вникают в эти польские дела. Они понимают, что любое польское правительство будет опираться на НАТО и будет им враждебно. Им сейчас главное вначале разобраться с Украиной, а потом уже без сомнения они будут думать о дальнейшем. К счастью, пока что наступает Украина, а они держат оборону. Как бы я не думаю, что они так активно вмешиваются в выборы в Польше, как выборы, например, в Соединённых Штатах Америки. В Соединённых Штатах Америки, если придёт Трамп, это будет для них выдающийся подарок, а для Запада всего и для Украины в частности это будет огромный удар. Но если в Польше, предположим, придут демократические либеральные силы, которые очень ориентированы на НАТО, куда больше, чем теперешнее правительство. Что изменит? Эти оборонные программы, они не отменят. Да, извините, Лен Григорьевич, я тут параллельно занимаюсь с техникой. Лен Григорьевич, хорошо, а почему вообще вы считаете, что с приходом Трампа может что-то кардинально измениться для Украины? И кажется ли вам, что это страшилка, которую распространяет демократ? Ну и действительно, Трамп первый дал летальное оружие Украине. При Трампе, можно сказать, войны не было. Я имею в виду, была война, но она началась при обаме демократии. Иначе сейчас продолжается. И можно, ну, как бы, вернуть ситуацию таким образом, что при республиканце Трампа полномасштабного вторжения не было. С чего вы взяли, что приход Трампа, условно, хотя я в этом сомневаюсь, но давайте так, республиканская партия спровоцирует еще больше склад. Может быть, наоборот? Понимаете, в чем я делаю? Ну, во-первых, республиканцы разные. Любой другой республиканец, я думаю, будет, может быть, чуть меньше, чем Баттон. Потому что для Баттон это стало принципиальным вопросом, будет помогать Украине. Но Трамп, учитывая его очень хорошие отношения, отношения с Путиным, учитывая его изоляционистские тенденции, его очень плохие отношения с Западной Европой, я почти уверен, что если он придет к власти, он как-то попытается договориться с Путиным и резко сократит помощь, помощь Украине. Но вообще неоднократно заявляет, что когда он придет, война очень быстро закончится. Как она может очень быстро закончиться? Она может очень быстро закончиться только на основании требований России. Он будет выкручивать руки Украины. Кроме того, человек, как американский президент, который, мол, бросит толпы своих сторонников на штурм Капитолия, то есть попытка государственного переворота, чего в истории США никогда не было, способен на очень многое. Трамп, в общем-то, как Путин, он тоже иногда не предсказал. Поэтому приход Трампа это уравнение со многими неизвестными и лучше, чтобы его не было для всего мира. Хотя, например, мой премьер-министр Бенимина Таньякова был бы счастлив, если бы Трамп пришел к власти. И его меньше всего в угол навал был процесс соблюдения демократии в моем суде, охраны независимости Верховного Суда и так далее. Хорошо. Идем дальше. Саммит России-Африка. Как вы оцениваете его результаты? Ну, саммит России-Африка был очень интересен. Он был интересен тем, что там совершенно неожиданно Путин услышал суровые-суровые слова правды, в которых глава Южной Африки ему сказал, что нам что-то подачи не нужны. Нам нужно то, что мы можем получить, если мы платим за это деньги. Он имел в виду, что необходимо восстановить то зерновое соглашение, которое было. Это было для Путина большое пощадь. А настоящим ударом для него будет то, что произойдет в Саудовской Аравии 5 и 6 августа. Август в джизе. Куда прибудут высокопоставленные представители 30 стран на уровне помощника президента по вопросам национальной безопасности? И куда должны прибить представители Индонезии, Египта, Мексики, Чили, Замбии, Индии, Бразилии, Америки, Англии, ЮАР и Польши? Это совместная саудовско-украинская инициатива. И главная тема – это обсуждение мирного плана Украины. Это все сделали саудовцы. Саудовская Аравия. Как многие африканские и азиатские страны взбешены на Россию за то, что она прекратила известную продовольственную программу. Многие страны третьего континента на грани голода. И, естественно, не Саудовская Аравия. Нужно сказать, что Саудовская Аравия вообще в последнее время занимает больше проукраинскую позицию. Как известно, Саудовская Аравия предоставила Украине 500 миллионов долларов. Благодаря Саудовской Аравии были освобождены командиры Азова. Глава отраса президента Ермак заключил, что Украина хочет добиться всеобщего поддержки своего мирного плана три этапа. Первый этап – это была встреча с послами многих государств в Киеве. А вот сейчас будет идти второй этап – встреча с советниками по национальной безопасности, где они должны обсудить оптимальные для всех формулировки и механизмы окончания войны. А третий этап – это глобальный саммит на уровне глав государств в конце этого года. То есть, если план Украины получит такую международную поддержку, зафиксированную всем миром, тогда не только Россия будет сложно наставить на своем заключении мира, но тогда, наверное, не будет того, что было раньше, когда некоторые руководители СРУ приезжали в Киев и говорили о том, что необходимо сейчас идти на мирные переговоры, когда Россия оккупирует очень большую часть территории Украины, никаких наказаний военных преступников и так далее не может быть и речи. – Хорошо. Леонид Григорьевич, вот как вы считаете, арест Бориса Кагрилицкого, левого идеолога, интеллигентного достаточно человека, основателя Рабкора, если вы читали его произведения, он достаточно грамотно написанное, читал несколько его статей, не могу сказать, что я читал его произведения, Талмуды, но несколько статей я читал, он достаточно грамотный человек, со своими взглядами, с ним можно соглашаться, но грамотный человек. И преступника Стрелкова Гиркина, который как к нему не относится, но как бы представитель такого правого крыла. Вот что в контексте развития политической системы означает удар по флангам, то есть по такому правому флангу и левому флангу, потому что создается впечатление, что это было настолько симметрично, то есть были взяты какие-то такие крайние безобидные точки, которые не могут повлиять на расшатывание самой системы. Вот именно эти точки были взяты. Почему? Согласны ли вы с этим? Идет тотальная зачистка. Идет зачистка всех недовольных, всех несогласных. Тяжелое положение. Россия проигрывает войну. Мир все больше настроен против нее. Атакует Москву, а одна атака за другой, за другой каждый день. Причем очень хорошо знают, что нужно атаковать. Это показывает тем, кто в России умеет думать, а элита более-менее соображает, что положение у них очень и очень тяжелое. И Путина нужно показать, что не постесняется расправиться с кем угодно. Больше ничего тебя не защитит. Не то, что ты был первым министром обороны Донбасса, не то, что ты начал в 2014 году эту агрессию, больше никакие прошлые заслуги никого не защищают. Тиражный говорит только то, что хочет президент, и только то, о чем думает президент. Никакие независимые точки зрения, будь то ультраправая, как у Стройкова-Гиркина, или ультралевая. И, собственно говоря, Куркалиский, он почти-почти коммунист. Он очень близок, он очень близок по своим взглядам, всегда был близок по своим взглядам. За это он пострадал. И еще при советском режиме, когда входил в такую так называемую группу молодых социалистов, которые были арестованы в 1982 году. Правда, он арестован не был. Какое вел себя наследство, я сейчас говорить не буду. Это другая история уже. Но Путин проводит такую тотальную зачистку. И, в общем, он хочет добиться своих целей. Скоро в России ждет массовая мобилизация. И не должно быть никаких недовольных. А ведь недовольные есть. Достаточно сказать, что вчера коктейли Молотова были брошены в 10 боенкоматов. В том числе в Можайске, в Челябинской области, под Петербургом и так далее. Все самое интересное, что эти коктейли Молотова бросали женщины. От 2004-летней учительницы истории, где, по-моему, в Челябинской области, до 78-летней женщины... То есть это такие Веры Засулич, правильно я понимаю? Это Вера Засулич. Я не знаю. Но, наверное, да. Вера Засулич, которая царяла Степова. Ведь если мы сейчас посмотрим, любые снимки, в том числе социального телевидения улицы Москвы, мы видим один простой факт. Стало меньше мужчин. Стало вообще меньше мужчин. Ранняя смертность в России вообще мужчины нормального возраста от 20 до 60 лет. Их всё время и всё время присылают. Ладно, в Москве гораздо меньше, чем в других городах. Но это трогает и Москву, и Петербург. Поэтому это всё надо подавить железной рукой. А ведь всего с 1 мая по 28 июля было 113 попыток поджога военкомата. Поэтому всё-таки это принимает довольно серьёзные размеры. Это нужно подавить. Леонид Григорьевич, как вы, собственно, считаете, почему Пригожину всё-таки не просто сохранили жизнь, а даже, как мы увидели, Пригожин спокойно разгуливал на вот этом форуме россиян. Смотрите, ответ на вопрос, почему сохранили жизнь Пригожину, пришёл 27 июля, когда за много тысяч километров от Украины, России и Белоруссии в далёкой африканской стране, Нигере, в которой, между прочим, проживает 24 миллиона человек, военные президентская гвардия отстранила от власти президента Мухаммеда Базума. К власти пришли военные. Тут же они начали проводить резко антифранцузский курс, хотя там была, хотя это бывшая французская колония. Франция оказывает колоссальную военную и экономическую помощь. Там полторы тысячи французских солдат, но Франция оттуда получает весь свой уран. А теперь у них ярко выраженный пророссийский курс, бурная демонстрация протеста у французского посольства в попытке ворваться туда, бурная демонстрация на улице, которой давно нигде не было, кроме России. Да, здравствует Путин. В поддержку этого нового режима выступили две другие африканские страны, Мали и Буркино-Пасон, которые тоже были раньше французскими колониями, которые были тоже демократические правительства, которые ориентировались на Францию и США, и в котором уж перевороте, уж здесь прямо участвуют, приняли активное участие на львовной группы. Вот для этого ближе нужен Путину, конечно, он нужен для ситуации Белоруссии, Польши и прочее, но главное именно для этого. Оттуда пойдут миллионы и миллиарды пойдут, пойдут, пойдут в Россию. Нужно сказать, что ассоциация африканских государств и экономическое сообщество Западной Африки заявили, что если они не введут в отставку, они введут в войска. Тут же Буркино-Пасон заявили, что они не допустят удара и введут в свои войска. Самое интересное, что военные объясняли этот переворот, трудности в экономике, но главное – проблемы безопасности. Еще этот президент, который был свергнут, Мухаммед Базум, недостаточно бороться с угрозой джихадизма, потому что там действует очень сильное ультрамусульманское подполье. На самом деле с ним боролись, и там не такое тяжелое положение, как, например, в Малии или в Буркино-Пасон. Вот вам и ответ. Нет, он сразу в Петер. И что интересно, что официальная позиция России была озвучена Песковым, военные перевороты – это не метод, мы обеспокоены ситуацией. А что сказал Пригожин? Бывшие колонизаторы пытались держать в гузде население африканских стран. Все. Они теперь свободны. Так что, это может быть главная причина, почему Путин про все свои мстительности, что никогда не прощает своих врагов, пощадил Пригожина, не смотря на то, что он сделал. Последний вопрос он задал Леонид Григорьевич, он касается взаимоотношений Украины и Польши. Вы, наверное, знаете, что возник небольшой скандал, сегодня мини-скандал, вызвал в МИД Украины представителя Польши, посла Польши, в связи с тем, что один из сотрудников офиса президента Аджи Дуде, он высказался в духе того, что Украина неблагодарна по отношению Польши. Польши помогает очень сильно Украине, что есть правда. И якобы Украина неблагодарна. Но природой всему стала ситуация с зерном, потому что поляки блокируют поставки украинского зерна. Понятно почему, потому что впереди выборы и не может правящая партия во всем эти наступки в Украине начали просто не вылететь в трубу. И здесь, на мой взгляд, немножко странно, что украинский МИД не берет во внимание ситуацию в Польше. Потому что как раз очень важно, мне кажется, для украинского МИДа сделать все, чтобы нынешняя партия в Польше победила. И в Польше были такие же проукраинские настроения, как сформировали за последнее время. Тем более, удалось Украине и Польше предъявить немного исторических противоречий. Как вы воспринимаете этот конфликт, который сейчас происходит, в какой-то степени актуализируется? И до этого мы видели какую-то перепалку в том же духе со стороны Бена Воллса, министра обороны Великобритании, который обвинял в том, что Украина неблагодарна. На что президент Зеленский отвечал, что мы должны благодарить каждый день, расскажите, как и когда. Где здесь золотая середина? Потому что, с одной стороны, вы понимаете, в Украине борьба с российской агрессией воспринимается как некое дело, которое делает Украина для всего мира. Но, с другой стороны, мы понимаем, что это все очень красиво, но по факту война затронула пока только Украину, и это борьба Украины с российской агрессией, борьба всего мира с российской агрессией. Здесь золотая середина, и как вы оцениваете дипломатию Украины? Вы понимаете, что здесь золотую середину здесь очень трудно найти. Да, Запад дает Украине много оружия. Иногда это оружие направляется прямо из заводских стен, направляется в Украину. Но в то же самое время он до сих пор не дал Украину самолеты. Везде наступления в современной войне без самолета, я себе не могу представить, как Украина все-таки продвигается, а нечего говорить об ее медленных темпах, господство в воздухе у России. Танковая-танковая коалиция. Сколько потребовалось времени, чтобы получить танки. Поэтому Запад считает, что он оказывает колоссальную финансовую, военную, экономическую, политическую, информационную помощь. Список можно продолжать до бесконечности. Но Украина, которая ведет очень тяжелую войну за выживание своей страны, считает, что она должна помогать больше. Санкт-Петербург, он же был одним из наиболее ярких сторонников оказания помощи Украине. И он много помогал. Наверное, Зеленский, не кратиковая украинского президента, мог быть чуть-чуть подсдержаннее. Но это очень сложно. Это то же самое в отношении Польши. Польша оказывает колоссальную помощь Украине оружием. Принимает невероятное количество беженцев. Некоторые из них не ознакомы, они мне пишут, как они великолепно относятся. Ну, смотрите, Леон Григорьевич, смотрите, тут давайте все-таки будем честны. Польша очень выгодны украинские беженцы, потому что Польша тратит копейку, а зарабатывает гривну, в том смысле, что или злоты. В том смысле, что приезжают готовые люди, либо, я имею в виду готовые, в том смысле, что молодые, обученные, быстро абсорбируется польское общество. Польскому обществу была всегда выгодна украинская миграция, потому что она позволяет вызваться в польской экономике. Поэтому нельзя сказать, что это есть некая… Ну, я согласен, когда мы говорим о военной помощи, потому что Польша сделала очень много, но когда мы говорим о приеме украинских беженцев, ну, послушайте, Польша, украинские беженцы, по большому счету, не очень выгодны. Ну, смотрите, понимаете, в чем дело. Например, в Англии польские рабочие были очень выгодны. Один из главных аргументов Джонсона был о том, что у нас, наконец, не будет польских работчиков. Ведь, понимаете, здесь как бы очень-очень сложное отношение. Кто-то работает, многие, которые там жили, они не работали, они не работали, были интеллигентной профессией, они не могли. Но это все очень сложно. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Но все-таки содержание такого количества беженцев на твоей территории все-таки стоит большого количества денег. Как, знаете, Израиль принял колоссальную алью из России. Потом это дало Израилю колоссальные результаты. В принципе, призывания во многих областях. Израильский хай-тек, израильский медицин, они сыграли большую роль. Но в первое время их нужно было принять, их нужно было устроить, их нужно было дать жилье. Это стоило больших денег. Так же здесь, а здесь еще кур, потому что большинство украинских беженцев вернется. Это очень, это свой очень сложный вопрос. Все-таки я считаю, что нужно быть благодарным той стране, той стране, которой их принимают. Да, но с другой стороны, вы помните, до войны министр Кулеба говорил о том, что Украина проводит политику такой наглой дипломатии. Это дословно сформулировал господин Кулеба. Говоря о том еще до войны, что Украина впервые настаивает, на принципе, ни одно решение об Украине без Украины. То есть мы понимаем, что при президенте Зеленском усилилась украинская дипломатия. Вопрос, опять же, скажем, в целеполагании, интенции страны Шоссеюзниковой, как мы сами себя определяем. Вот недавно обнаружилось, что статья 6 договора о неспособлении ядерного оружия, который был ратифицирован, то есть закон Украины для ратификации договора, который был принят в Верховной Раде, предусматривал, что он вступает в силу, только если будут обеспечены гарантии Украины, будет состоящий документ. Так вот состоящий документ, а в итоге не было. Бадапирский меморандум – это не тот документ, который обеспечивает гарантию Украины. То есть если, грубо говоря, Украине дали заверение, а не гарантия, если Украину не защитили в условиях российской агрессии, ну Украина право проводить наглую дипломатику? Ну, смотрите, посол Украины в моей стране Корнячук иногда позволяет себе довольно-довольно резкие высказывания, но я прошу прощения, я думаю, что он полностью прав, потому что израильская политика, израиль должен был, с моей точки зрения, с точки зрения большинства израильца, по всему вопросу, должен быть оказывать Украине куда-куда большую помощь, учитывая роль, которую играет Россия на Ближнем Востоке, учитывая резкий антисемитский курс во внутренней политике России, они уже договариваются до того, что и прибрежными не говорили, что, видимо, если вы видели Холокост, это была не только трагедия еврейского народа, это была трагедия всех народов Советского Союза. Ну вот, может быть, сейчас, кстати, в отношении Украины и Израиля какое-то произошло. Первый ласточком, следующий шаг, я с удивлением узнал, что среди трёх судов, которые прибыли для погрузки зерна в Измаил, было израильское судно, и в Израиле об этом только написали, как о факте. Оно, правда, плавает под плагом, по-моему, с Херой Леони, но, тем не менее, это произошло. Иногда я считаю, что наглая дипломатия действует. Тем более, например, как он резко не прициковал, крыльничок, украинские правительства, когда, наконец-то, Израиль поставил Украине систему раннего обнаружения. И когда она заработала, он рассыпался в комплиментах, он себя вёл очень сдержанно и очень благодарен. Так что всё это очень сложно. Иногда это работает, учитывая то положение, которое находится сейчас Украина, как бы не до дипломатической тешенности, а до того, что нужно резать правду матку, говорить прямо в лицо. Я могу назвать другой пример. Весь в своё время что только Сталин, что он не писал Розовету и Черчиллю, и как он их не поливал, что они открывают второй хрон. Но без тех колоссальных подставок вооружения, продовольствия всего, не веришь, что Советский Союз выдержал эту войну. А это в сущности сложности. Нужно иногда давить. Спасибо большое, Лен Григорьевич, за это интервью. С нами был доктор исторических наук, стандартного университета Лен Григорьевич Прайсман. Огромное спасибо, Лен Григорьевич. Большое вам спасибо. И спокойной ночи во всех смыслах этого слова. Спасибо.